Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Условия жилищной ипотечной программы для молодых семей предлагают сделать более лояльными. Например, 50-процентный первоначальный взнос изменить на 10-процентный. Глава МЧС прокомментировал ситуацию с массовым увольнением летного состава АО «Казавиаспас», что могло стать причиной множества заявлений об уходе вертолётчиков. Недостроенное СИЗО в Уральске, на которое было потрачено 9 миллиардов тенге, станет социальным объектом. Но для этого требуется ещё 7 миллиардов. Условия жилищной ипотечной программы для молодых семей предлагают сделать более лояльными. 50-процентный первоначальный взнос изменить на 10-процентный. Депутатский запрос в правительство направил мажоресмен Даулет Мукаев. Он также предложил внести изменения и в ряд других ипотечных программ, В улучшении своих жилищных условий нуждаются почти 3 миллиона казахстанцев. Однако на деле квартирный вопрос беспокоит куда большее население. Одни снимают квартиры, другие ютятся у родственников. Накопить в наши дни на квартиру молодой семье практически нереально. Квадратный метр в столице золотой, почти тысячу долларов. Цены на жильё у нас сопоставимы с ценами в европейских странах. И ещё, квартиры продаются в основном черновые, поэтому гражданам придётся выложить ещё несколько тысяч долларов. Как считают аналитики, ситуацию может исправить ипотека со справедливыми условиями. Однако сейчас средние процентные ставки по ипотечным займам в Казахстане являются одними из самых высоких в мире. А многие льготные жилищные программы по разным причинам оказываются недоступны для большей части населения страны. Программы, которые могут обеспечить доступным и качественным жильём, на самом деле недоступны. По Бахтуотпасе в 2019-2020 году можно было купить двухкомнатную квартиру. Сейчас можно рассчитывать только на однокомнатную. Многодетные семьи – это минимум 6 человек. Им приходится ютиться в квартире на 40 квадратных метрах. По программе 7-20-25 ни один банк не выдаёт займ. Нужно снять лимиты. Тысяча людей получили одобрение от банка, но не могут получить ключи. Программа для молодёжи тоже не работает. Её нужно запустить не только в трёх городах, но и во всех регионах страны. В Казахстане реализуются различные программы для поддержки населения. Их так много, что можно сбиться со счёта. На эти программы было направлено больше триллиона тенге. Ко всему этому гражданам было предоставлено право использовать пенсионные накопления. Это ещё 2 триллиона. Конечно, наши строительные компании не могли на это не реагировать. И они отреагировали. Но не повышением качества жилья, а повышением цен на и без того недешёвые квартиры. Впрочем, жилья на рынке достаточно. Темпы строительства бьют рекорды. Новые дома растут как грибы после дождя. Но банковские ставки недоступны для большей части казахстанцев. Застройщики же полагают, что государству нужно просто сделать программы не только для уязвимых слоёв населения, но и для всех желающих. Боржан Шехмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42. Бывшие детдомовцы Атрау жалуются, что не могут дождаться жилья от государства. По их мнению, очередь на получение квадратных метров движется очень медленно и сомневаются в прозрачности процедуры. Многие из собравшихся перед зданием госучреждения не могут дождаться жилья более двух лет. Бывший воспитанник детского дома Александр Кан сетует на медленное движение очереди на положенное им государственное жильё. Он был прописан в доме-интернате в 2015 году. Сегодня вместе со всеми собравшимися возле здания ЖКХ он возмущён тем, что до сих пор вынужден жить на съёмных квартирах. А в последнее время из-за долгов ему приходится скитаться на улицах города. Четыре дня назад я проживал по адресу Мохаммеда 125 на Агиле. Снимал квартиру за 100 тысяч тенге. Сейчас я остался, четыре дня уже назад, я остался без квартиры, получается. Я на улице, на данный момент я на улице. С 2015 года я стою в очереди. Я в 2019-м ходил в городской, областной Акимат. Мне пришло письмо, что ждите очередь. Ходил также ЖКХ, говорят, смотрите, через очередь Кизикте, вот этот вот сайт. Больше мы ничего поделать не сможем. Своё жилье в Атарасской области ждут более 20 тысяч человек. Из них 1174 человека – воспитанники детских домов. Дмитрий Перепликов с 2002 года сирота. Молодой человек снимает квартиру, как его сестра и ещё двое братьев. По причине отсутствия крова Дмитрий готов дойти до президента. По его словам, квартиры достаются в основном многодетным семьям. И он возмущён тем, что все детдомовцы не могут получить собственный угол, обещанный государством. Мы выйдем на президента, будем добиваться своего. Если хотим, после многодетных получать за 2-3 года, отец Союза получает дом. Трёхкомнат, четырёхкомнат. А мы не можем. Банки, да, вот банки работают, да. У них по пять квартир, имать, если так по сути. Это уже доставерно было, это указано уже было, что они по пять квартир. Они нашу очередь забирают. Понимаете? Мы ходим сами, выживаем, живём как можем. Там поработаем, там поработаем. Постоянно работы нет у нас. К возмущённым людям, а их сегодня собралось около 20 человек, вышел заведующий жилищным сектором городского отдела ЖКХ Рафхат Жалгиев. По его словам, для решения квартирного вопроса будет делаться всё возможное. Мы отправили в министерство предложение по поводу арендного жилья. Нужно увеличить их количество. Этот вопрос находится на рассмотрении. Также мы рассматриваем дома в микрорайонах для сдачи их в аренду. Думаю, сегодняшний вопрос в ближайшее время решится. По словам чиновников, арендное жильё в городе не строится. Поэтому можно предположить, что заветных квартир придётся ждать ещё долго, говорят отчаявшиеся сироты. Потеряв надежду, теперь они намерены обратиться к президенту страны. Глава МЧС Ильин прокомментировал ситуацию с массовым увольнением лётного состава АО «Казавиаспас». В куларах заседания «Можелеса» журналисты поинтересовались, что могло стать причиной множества заявлений об уходе вертолётчиков. Ранее появилась информация, что сотрудники «Казавиаспаса» массово написали заявление об уходе и выдвинули ряд требований. Природные катаклизмы, техногенные аварии диктуют необходимость своевременного реагирования для спасения жизни людей. Но обширная территория Казахстана, слабо развитая инфраструктура дорог в сельской местности, где проживает 43% населения, требует авиаподдержки. И тут приходит на помощь «Казавиаспас». Но бывает и так, что пилотам нужна помощь. Как говорит глава МЧС, сейчас пилоты недовольны зарплатой. И результаты проверки не заставят себя долго ждать. Где-то недовольство было связано с заработной платой. Но хочу сказать, что тот летный состав, который в том числе указывался, они своевременно получали заработную плату и получали довольно-таки неплохие денежные средства за полеты. Ну, если так не раскрывая ни фамилии, никого, то за год, в принципе, доходная часть пилотов, которые в том числе написали некоторые, достигает более 20 миллионов тенге. В гражданской авиации, а в том числе и в структурных подразделениях Министерства обороны, я думаю, таких заработных плат не у всех можно похвастаться. Летчики-спасатели принимают участие в поисковых работах, тушении лесных пожаров, мониторинге поводковых ситуаций. Как говорят наблюдатели, работа не из легких. Что касается их работы в структуре МЧС, то, естественно, Министерство по чрезвычайным ситуациям работает не всегда в благоприятных условиях, не всегда, допустим, условия проживания или базирования летного состава должны отвечать пятизвездочным отелям. Поэтому будем разбираться по каждому факту. А то, что многие пилоты заявляют, что они бог и царь, бог и царь – пилот во время полета. Он имеет право только принимать решения на борту воздушного судна, невзирая должностных лиц, которые на нем передвигаются, о том, что лететь ему или не лететь, из-за технического состояния борта или погодных условий. А на земле он такой же сотрудник МЧС, который должен выполнять свои функциональные обязанности. Оперативная помощь для казахстанцев приходит с неба, но для слаженной работы Каза-Авиаспасу нужны кадры, а пилоты желают уволиться. Пока 23 человека написали, в дальнейшем, пока мы никого не уволили, в дальнейшем по результатам проверки будет принято решение. Кто-то, если изъявит желание, пожалуйста, он будет уволен, но должны предупредить, что на них мы тратили бюджетные средства на обучение, соответственно, в соответствии с соглашением, которое заключается между персоналом и администрацией предприятия, этот человек должен, наверное, компенсировать и вернуть денежные средства, которые были потрачены на его обучение. Бауржан Шейхмет Ахмедяр Ильясов, столичное бюро, ТДК-42. Более десятка новых международных авиарейсов открывается в Казахстане. Это Евросоюз и восточные направления. Будут такие разнообразные пункты, как Куала-Лампур, Токио, Лондон, Дели и Бангкок. Например, в прошлом году уже было открыто 10 новых направлений. Как сообщили в Комитете туризма, работа в данном направлении будет продолжена. К весенне-летнему сезону будут открыты новые авиарейсы в Дох, Ванкару, Медину, Баку, Тушамбе. Также будет увеличено число рейсов в Стамбул, Тибилиси, Пхукет, Маля, Дели, Ченду, Лондон. Также в Иераклион и Подгорицу. Причем задействованы будут не только аэропорты Алматы-Астаны, но и воздушные гавани Шимкента, Ахтау и Туркестана. Также ряд иностранных авиакомпаний планируют наладить авиасообщение с Казахстаном. Мир может избавиться от високосных секунд. Эффект от изменения будет заключаться в том, что часы будут работать без добавления или вычитания дополнительных секунд в течение как минимум 100 лет, сообщили в Казстандарте. В Казахстане самое точное время формирует государственный первичный эталон времени и частоты, который находится в Казахстанском институте стандартизации и метрологии. Дополнительные секунды уже давно вызывают споры из-за проблем, которые они создают для IT-систем. По данным резолюции Генеральной конференции по мерам и весам, дополнительные секунды создают неполадки, которые могут вызвать серьезные сбои в критически важной цифровой инфраструктуре, включая глобальные навигационные спутниковые системы, телекоммуникации и системы передачи энергии. В средний земной день примерно на 0,002 секунды длиннее 24 часов. И разница между шкалами до 1 секунды вырастает примерно за 1,5-2 года. Чтобы синхронизировать шкалы, с 70-х годов прошлого века была введена високосная или дополнительная секунда. Когда разница между шкалами достигала 0,9 секунд, во всем мире проводилась соответствующая корректировка. Всего с 70-го года приведено порядка 30 таких корректировок. Фактически мы на себе это не ощущали, однако это вызывает проблемы и сбои в работе навигационных спутниковых систем, телекоммуникаций, цифровых систем. Поэтому и было предложено увеличить предельно возможную разницу между шкалами до такого значения, чтобы проводить корректировку как минимум один раз в 100 лет. Недостроенное СИЗО в Уральске станет социальным объектом. Об этом сообщил руководитель областного управления строительства Алибек Антазиев. Напомним, работа по строительству режимного учреждения началась 10 лет назад по заказу МВД, но так и не завершилась. В Уральске определили судьбу недостроенного следственного изолятора на полторы тысячи мест. На строительство было затрачено 9 миллиардов тенге, но сдача объекта затянулась из-за судебных разбирательств. Республиканское общественное объединение Адельдек Жула выразило свое измущение тем, что местные чиновники все никак не могут найти применение недостроенному зданию СИЗО, которое простаивает несколько лет. Строительство учреждения было заморожено в 2019 году после обвинительного приговора подрядчику. Предлагаем Акиму области и другим полномочным органам два предложения. Первый вариант – это создать там коммунальный базар, рынок, так скажем, это такой хаб, где будет идти торговля. Потому что, во-первых, удобно очень. Самара-Шымкент, трасса рядом, фуры будут заезжать с России, с Узбекистана. И люди будут там торговать разными, так скажем, ассортиментом товаров. Второй вариант – он такой стандартный, по-моему, они уже тоже это рассматривали. Национальная гвардия, которая находится по улице Жукова в центре города, их полностью переместить туда, потому что территория там очень хорошая, большая в СИЗО. Между тем, четыре года назад район стал активно застраиваться жилыми домами. И строительство режимного объекта в данной местности стало нецелесообразным. Недостроенный объект был передан на баланс местных властей. И они решили переоборудовать здание под другой соцобъект. Как было подсчитано, для этого требуется еще 7 миллиардов тенге. Данный объект будет переоборудоваться под социальные объекты. Рассматривалась возможность использования его под медицинский кластер. Однако инвесторы отказались реализовывать данный проект. На сегодняшний день рассматривается возможность использования под нужды Департамента полиции и территориальной обороны. Средства на сегодняшний день мы предусматриваем на начало проектирования. Думаю, до конца года у нас проект завершим мы. И на следующий год начнем работы по завершению данного объекта. Напомним, что строительство исправительного учреждения началось в 2013 году. Завершить его должны были к 2017 году. Но пять лет назад заказчик, то есть бывший начальник Департамента уголовно-исполнительной системы и руководителя строительной компании, строящую тюрьму и проектировщики были обвинены в хищении выделенных средств. По делу было осуждено 5 человек. Дана Киримбаева, Айбулла Джигапар, Александр Грабры, телеканал ТТК-42. В Западно-Казахстанской области подросток нас в самосвале насмерть задавил своего отца. Несчастный случай произошел 4 апреля примерно в 16 часов 40 минут во дворе дома в городе Аксай. Гражданин 1976 года рождения во время ремонта своей автомашины марки «ГАЗ», находясь лежа под транспортным средством, попросил своего несовершеннолетнего сына 2009 года рождения, чтобы он сел в кабину, завел автомашину и давил на педаль тормоза, тем самым помогая ему. В это время автомашина, находясь на передаче, двинулась с места и наехала на находящегося под машиной мужчину. В результате происшествия мужчина скончался по дороге в больницу. В результате происшествия мужчина скончался при доставлении в реанимационное отделение районной больницы. Данный факт зарегистрирован по статье 345 части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Назначены все соответствующие экспертизы. Автомобили слетели в Орык после ДТП в Уральске. В департаменте полиции Западно-Казахстанской области сообщили, что столкновение автомобилей «Рено» и «Газель» произошло на пересечении улиц Курмангазы и Гумара-Караша. С места ДТП госпитализировали в больницу мужчину и женщину. В Управлении здравоохранения Западно-Казахстанской области сообщили, что 33-летний мужчина доставлен в областную многопрофильную больницу с ушибленной раной головы, с отресением головного мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. А 37-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму. 4 апреля текущего года примерно в 10 часов вечера водитель автомашины марки «Рено» 1990 года рождения в пути следования по второстепенной улице Гумара-Караш, не уступив дорогу, допустил столкновение с транспортным средством марки «Газель», за рулем которого находился 28-летний водитель. В отношении водителя автомашины «Рено» составлен административный протокол по статье 610, ч. 1 Кодекса об административных правонарушениях. Спасатели вытащили женщину и ребенка из-под завала обрушившейся крыши частного дома в семье. Там находились двое взрослых и трое детей. Сообщение о ЧП поступило утром 5 апреля на пуль дежурного ДЧС. По прибытию к месту вызова спасатели из-под завалов спасли женщину 1982 года рождения и малолетнего ребенка 2022 года рождения. До прибытия спасательных подразделений хозяин дома и его дочь 2012 года рождения выбрались самостоятельно, а ребенка 2020 года спас сосед. К месту происшествия были направлены силы и средства РГУ, СПСР, ДЧС области Абай в количестве трех единиц техники и 12 человек личного состава. По прибытию к месту происшествия из-под завалов были извлечены двое детей и женщина. Дети 2019 и 2022 года рождения. Женщина, мать детей получается 1983 года рождения. В настоящее время детей и мать доставили в больницу. У детей предварительно диагноз асфиксия, у матери предварительно ушиб позвоночного отдела. В Мангостаусской области с 1 апреля по 31 мая проходит акция «Осетр-2023». Меры направлены на выявление и пресечение незаконной ловли рыбы. Так, в городе Форт-Шевченко был установлен 60-летний житель с рыбой осетровых пород весом более 50 килограммов. Наш корреспондент расскажет, сколько человек были привлечены к ответственности за нарушение природоохранного законодательства в прошлом году. В прошлом году по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан незаконные обращения с редкими и находящимися под угрозой исчезновения животными привлечены к ответственности 49 граждан. У нарушителей природоохранного законодательства изъято 2474 килограмма рыбы, в том числе 2428 килограммов осетровых. Еще один факт был зарегистрирован несколько дней назад в городе Форт-Шевченко, расположенном в 132 километрах от областного центра. При проверке адреса проживания 60-летнего мужчины в сарае было обнаружено 5 осетровых рыб. В полиции сообщили, что в настоящее время устанавливаются все обстоятельства преступления. Пока неизвестно, откуда он взял незаконно выловленную рыбу. По факту ведется расследование. В отношении задержанного 60-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье 339 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Расследование продолжается. Иная информация не разглашается в интересах следствия. Айдана Каримова, Мухуалин Рдаулетов, Аслабек Абекенов, телеканал ТДК-42, Магисталская область. В Западно-Казахстанской области в 14 раз увеличилось число больных с острыми кишечными инфекциями. Об этом сообщил руководитель областного департамента санитарно-эпидемиологического контроля Мухамгаля Респаев. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число заболеваний острыми кишечными инфекциями возросло с 10 до 140 случаев. Рост кишечных заболеваний связан с неправильным хранением и некачественной термической обработкой продуктов домашнего приготовления и несоблюдением правил личной гигиены детей до 14 лет. Вместе с тем отмечается незначительный рост заболеваемости острых кишечных инфекций, рост заболеваемости с педикулезом у нас наблюдается. Например, по острых кишечных инфекциям наблюдается заболеваемость. Рост идет на 14 раз. То есть застегший период зарегистрирован 140 случаев острых кишечных инфекций. В Уральске на ремонт речного моста в парке необходимо порядка 32 миллионов тенге. Об этом сообщает руководство объекта культуры и отдыха. Ремонт моста не проводился уже более 8 лет. Помимо этого планируется благоустройство тропы, соединяющей парк с эколого-биологическим центром. Мост через реку Чиган в городском парке культуры и отдыха был возведен в 2014 году. С этого времени ремонтные работы на мосту не проводились. Сегодня обновление объекта необходимо. Только текущие работы обойдутся в сумму свыше 32 миллионов тенге, отмечает директор парка. Направлена бюджетная заявка. Сейчас вопрос рассматривается. При выделении финансовых средств данный мост будет ремонтирован. Замена полностью всего полотна моста, замена освещения, покраска всех тросов поддержки, замена кафельной плитки, опор стоек моста. Сегодня в парке проводится очистка территории. На текущий сезон запланирован ряд работ по озеленению, окрашиванию урн и скамеек, замене ламп освещения. Также в этом году проведут работы по благоустройству экологической тропы, которая должна связать парк культуры и отдыха с эколого-биологическим центром. Мы выведем эту тропу до улицы Тимира Масина, примерно, по левому берегу река Чиган. Пока мы сделаем экологическую тропу, обустроим, поставим скамейки, урны, поставим указатели, какие-то информационные доски для понимания горожан. В текущем году в парке планируется усилить контроль за общественным порядком, установив камеры видеонаблюдения. Кроме того, запланировано обновление лесного фонда парка, посадка саженцев березы, ели, сосны и клёна. Открытие летнего сезона в парке состоится 1 мая. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Особия Кобикенов, ТДК-42. В Уральске прошло официальное открытие фестиваля «Урал-Жастары». Планируется, что мероприятие охватит порядка 10 тысяч учащихся высших и средних учебных заведений города. В рамках фестиваля будут определены победители по нескольким номинациям, которые будут награждены денежными призами. «Урал-Жастары» фестиваль направлен на развитие и формирование творческой активности молодежи. В открытии фестиваля принял участие аким города Миржан Сатканов, который пожелал удачи студентам. Благодаря данному фестивалю молодежь города может не только хорошо провести время и завести новых друзей, но и улучшить свои навыки в спорте и творчестве. Хочу выразить благодарность всем, кто причастен в организации данного мероприятия, а студентам пожелать удачи. Фестиваль «Урал-Жастары» будет проходить с 4 по 25 апреля, где выберут лучших по 11 номинациям в сфере искусства и спорта. Итого в фестивале примут участие около 10 тысяч студентов со всех высших и средних учебных заведений города. Я студентка Западно-Казахстанского университета имени Мухаммеда Утимисова. Мы пришли, я считаю, на этот фестиваль, чтобы победить. Желаю всем другим университетам, колледжам только победу, а нам победу. Отметим, что по итогам конкурса лучшие учебные заведения получат главный приз в размере 2,5 миллиона тенге. Дана Керимбаева, Эбола Джагапар, Александр Граббреев, телеканал ТДК-42. В Музее природы и экологии Уральска отметили Международный день птиц. Мероприятие на тему праздник наших пернатых друзей прошло с участием учеников младших классов в гимназии эстетического направления. Подробности расскажет наш корреспондент. Международный день птиц – экологический праздник, отмечающийся ежегодно 1 апреля. Областной музей природы и экологии ежегодно организовывает различные мероприятия, посвященные этому важному дню. Этот год тоже не исключение. Эколога-просветительская встреча прошла с участием учителей и учащихся в гимназии эстетического направления. По словам организаторов, одна из основных целей – это воспитание у школьников бережного отношения к окружающему миру и формирование навыков заботы о пернатых друзьях. На территории республики обитает около 500 видов птиц. Некоторые из них гнездятся в Казахстане, прочие прилетают только на зимовку и улетают весной и осенью. Тема нашего мероприятия – это праздник наших пернатых друзей. Этим мероприятием мы хотим привить любовь к птицам, о том, что нужно их заботиться. Сейчас весна, прилетели к нам птицы, и они начинают строить гнезда. И сейчас мы с ребятами как раз должны выйти на улицу и повесить гнездо. И тем самым мы хотим привить, чтобы дети сами своими руками видели, кормили птиц, то есть помогали им в такое трудное для них время. Ребята подготовились к мероприятию заранее, рассказывали замечательные стихотворения о птицах, отгадывали непростые загадки, немного поразмыслив, они давали правильные ответы. Дети узнали много интересного о том, какие пернатые живут рядом с нами, как помогают регулировать количество насекомых-вредителей, распространять семена деревьев, очищать природу от излишков продуктов разложения и приносят неоценимую пользу экосистеме. Я учусь во втором классе в гимназии эстетического направления. В музее я третий раз. Мероприятие о птицах мне очень понравилось. Мы узнали много интересного и важного о птицах. По окончании мероприятия дети отправились на прогулку, где с большим удовольствием развесили птичьи домики, которые изготовили вместе с папами. Альбина Коленова, Виктор Прутков, Александр Грабарев, ТДК-42. Качественную замену автомобильного моторного масла предлагает пункт замены масла G-Energy. Пункт замены масла G-Energy, расположенный в Уральске, представляет широкий ассортимент масел для автомобилей. К примеру, моторное масло итальянского производства под одноименным названием G-Energy отличается высоким качеством и приемлемой ценой. Специалисты подберут моторное масло для любого автомобиля с двигателями, работающими на разных видах топлива. Профессиональные мастера G-Energy помогут качественно обслужить автомобиль, в том числе проведут компьютерную диагностику машины. Замене масла в двигателе, замене масла в коробке, механика, автомат, охлаждающей жидкости. Также в G-Energy мы производим замену трансмиссионных жидкостей, тормозной жидкости, антифриза, замена свечей, замена фильтров. Спешите воспользоваться системой скидок, которая действует только до конца апреля. Пункт замены масла G-Energy ждет вас ежедневно с 9 до 20 часов по адресу. Город Уральск, улица Шолохова, 54. Уважаемые жители и гости города, у нас отличная новость. Порадуйте себя и своих близких. Только до 10 апреля в мечте действует кэшбэк до 30%. Эти бонусы вы можете потратить на следующие покупки, оплатив ими до 99% от стоимости. А двойную выгоду ко всему добавляет возможность оформить все в рассрочку до 12 месяцев от Каспийбанк без процентов комиссии и переплат. Спешите за выгодными покупками. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Город Уральск, улица Курмагаза, 69, в районе Центрального рынка, улица Сармадатова, 10, дробь 1, а также в городе Оксай, микрорайон 5А, дом 6А. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон! Субтитры подогнал «Симон»!